Теперь я получаю, как вы относитесь, и мне приходят письма, вот все мне молодцы, правда меня завалили так, ребята не обижайтесь, еще 9, может быть в ближайшем вебинаре что-то ваше письмо не увидите, через вебинар не увидите, потому что невозможно. А я выбираю наиболее важное, ну и стараюсь какую-то очередную соблюдать. Помните, там восхищалась дама наша, ну не дама, женщина-садовод, когда там один из сайтов написал, что абрикосы насеянцы, он подводит, правда непонятно на каком, а или яблони насеянцы. Ну в общем, я удивила такая честность, хотя там честностью не пахло. А здесь вот, а вот что такое полукарлик падает, это меня спрашивают. А я знаю, что до сих пор, это знаете откуда, это паучий Алябинский, вот их любимые сорта, я до сих пор понять не могу. Китегинский, Чемальский, это на уровне моего мажорства, я понять не могу, где ваше современное-то. Но это меня в данном случае не касается, скромность, но украшает в каком плане. Лучше иметь в Сибирском саду скромный сад, чем никакого, правильно, может это и правильно, что они скромные сорта продают. Ну что такое полукарликовый подвойник, я сам не знаю. Кухтарский, Андрей, к вам обращаюсь, вы там сделали карьеру, я вам помог сделать карьеру. Я обращался к вам, вы мне позвонили и сказали, Константинович, я обязательно расскажу о ваших удивительных клонах, которые у нас показали себя феноменальными, это его слова. Прошло время, опять звонок, Валерий Константинович, ты не успеваю я, ну я все равно вам. Я говорю, мне бы фотографии, да будут фотографии, все, я вам это. И тут месяц за месяцем, больше кухтарски мне ни слова. А вопрос-то не ко мне, а к нему. Дело в том, что до того было, когда меня уже лет, наверное, 10 прошло, 8, когда меня приглашал генеральный директор и возил. Я видел там, да, я видел эти самые, мажорские абрикосы, да, значит, они в них были. Я видел поля из этих, тоже не к ночи будет вспомнят, это бесея, песчаная вишня, на которую тоже прививали этот самый. И никто никогда не знал, на что привито, и никто не... И до сих пор их таких, этим хозяйством раньше, подчеркиваю, было создано и уничтожено уже, погибло в садах садоводов. Тысяча из тысячи, 10 тысяч из 10 тысяч проданных. То есть, вот теперь скажите мне, а если этот полукарлик подводит, это песчаная вишня, тогда я должен ответить, не берите, но я не знаю, я подставляю НПО, а вдруг все-таки я человек популярный. Посмотрите, что делается, вы знаете, что это, можете набрать, это самая мошенническая фирма, Беккер, да, вот, она скинула, роскошные фотографии все те же, она скинула цену до 299, это считается, что они сами вырастили, ага, сейчас. Это значит, что роскошные абрикосы, там такие фотографии, 200, ну, в общем, округляем, 300 рублей, ну, вы догадываетесь, вот. Я там вначале думал, это я, это я сто раз нажал мошенниками, я людей отучил выбрасывать деньги, что мошенники, вот это, продавая за огромные деньги, они, это, ну, как сказать, воруют фактически. Потому что рисуют эти самые, вот, ну, вот у них появились вот такие же фотографии, ну, 300 рублей, ну, понятно, что это, купили по 100, продали за 300, вот, ну, ну, виноват-то не я, знаете, еще почему. Та же проблема у Сергея Железова, лучший питомник в России, вы думаете, там очередь машин стоит. Первый год тишина, осень тишина, неделю одна-две машины, вот, ну, 50 посылок разосал, это на всю страну, представляете, на всю страну. Вот так вот, они скоро скинут цену на 200, а потом они обанкротятся, причина в другом, больше сады не нужны. Огромное массиво, когда мне говорят, что у нас было 800 участков на даче, осталось 50, и те разворованы. Какое там садоводство. Ну, а что такое полукарликовые подводы, друзья мои, пожалуйста, обращайтесь в НПО, я вас прошу, только стоит набрать Челябинск, НПО, сад и огород, пожалуйста, и сообщите, я, это, задайте им вопрос, там есть люди специально заточенные на это, они знают, как вам отвечать, вот. Даже потом разговоры, вот, скажут, да, полукарликовые, какое заминка, или абрикосы, какой абрикосы, или, а может быть, вы все-таки придаете на вишни, привитые на вишни, в общем, постарайтесь раскрутить, я должен ответить, ну, что я сделаю, если Андрей Коктарский не хочет со мной общаться, человек, которому я помог сделать карьеру. Продолжение следует...